Мы привыкли думать, что изобретения это удел взрослых и очень умных людей. Однако есть изобретения, которые придумали дети. Именно о них мы сегодня и расскажем. Алексис Льюис. В 2011 году в Сомали из-за сильной засухи начался голод, а затем серьезный кризис. Местные жители искали убежища для своих детей в лагерях, беженцах и в центрах спасения. Многие дети, к сожалению, умирали, так и не добравшись до центров для беженцев, в том числе из-за отсутствия транспортных средств. Тогда 12-летний мальчик по имени Алексис Льюис из США узнал о душераздирающих новостях и решил помочь. Мальчик изобрел спасательную тележку, с помощью которой, по его задумке, можно перевозить пищу и даже маленьких детей. Также этот мальчик изобрел набор для аварийной ситуации, который включает дымовую маску, защитные очки и светодиодную ленту. Все это собрано в чехол в форме меча. Его легко можно закинуть в окно, например, во время пожара. Лин Фан. 11-летняя Лин Фан из Сан-Франциско убеждена, что здравоохранение должно быть доступно каждому. Девочка решила помочь людям, которые страдают от ушных инфекций. К сожалению, проблема довольно распространена, особенно в неблагополучных странах, где жители не имеют доступа к срочной медицинской помощи и лечению. Лин изобрела специальные наушники, которые лечат инфекцией среднего уха у детей с помощью синего цвета. Было доказано, что подобные наушники потенциально способны предотвратить до 60% случаев потери слуха. Девочка разработала наушники таким образом, чтобы дети могли слушать свою любимую музыку во время лечения. А в октябре 2022 года Фан стала обладательницей главного приза на ежегодном конкурсе молодых ученых США за свою идею. Более 55 миллионов человек во всем мире страдают деменцией, и от нее нет лекарства. Восьмилетний Кристофер Баек тоже знает об этом. Его бабушка болеет деменцией. А когда однажды ее увезли в больницу, потому что она больше не могла жить в семье, мальчик серьезно взялся за этот вопрос. Он решил помочь людям с деменцией и изобрел специальные кроссовки под названием «Дишос». В их подошву встроен механизм оповещения, с помощью которого можно легко определить местонахождение больного деменцией. Если тот потерялся его или отдалился от других, это не единственное изобретение мальчика. Он также начал работать над устройством, которое преобразует соленую воду в питьевую и хочет производить многоразовые бутылки для воды. С 1990 года более тысячи детей погибли из-за высоких температур, когда их оставили в автомобилях. Одиннадцатилетний Бишоп Карри не остался в стороне. Узнав об этих шокирующих фактах, он увидел в местных новостях репортаж о шестимесячном ребенке из его района. Малыш умер после того, как его оставили в машине на солнце. Мальчик сделал запретение. Его можно было прикрепить к подголовнику или к автокреслу внутри автомобиля. Устройство состоит из вентилятора, который реагирует на высокую температуру и включается автоматически. Лиза, если температура в салоне начинает повышаться. Если родители не реагируют на сигнал, устройство отправит сообщение правоохранительным органам, указав местоположение ребенка. Одиннадцатилетняя Кайли Саймонс пережила рапдомеосаркому, наиболее распространенный тип рака, мягкие ткани у детей. И удалось победить болезнь. И сейчас у девочки ремиссия после 46 недель химиотерапии. На одном уроке в школе ей дали домашнее задание изобрести вещь, которая решит какую-нибудь проблему. И девочка решила изобрести рюкзак для капельниц. Она поместила в школьный ранец установку с лекарством, чтобы у больных детей не было необходимости постоянно находиться под стационарной капельницей. С таким рюкзаком ребенок может спокойно передвигаться даже с капельницей. Своё изобретение девочка делала вместе с родителями, а посоветовавшись с врачами. За её изобретение она получила 4 награды. Пятнадцатилетняя жительница Канады по имени Энн Макасински узнала, что её подруга, живущая на Филиппинах, плохо учится в школе из-за отсутствия электричества и ограниченного времени занятий в дневное время. Оказывается, примерно 30% жителей Филиппин не имеют доступа к надёжному электричеству. Для решения этой проблемы девочка изобрела термоэлектрический фонарик, который работает на тепле тела пользователя. Фонарик светит за счёт тепла её руки. Пятнадцатилетний мальчик из канадского города любил заниматься автомобильной техникой, работал в отцовском гараже. Однажды он решил совместить такие детали, как сани, самолётный пропеллер и автомобильный двигатель. Первый прокат на таком снегоходе удался. Правда, родители уговорились разобрать опасный транспорт. Этим мальчиком был Джозеф Мамбарье. Спустя время он основал компанию под своей фамилией, основной деятельностью которой был выпуск снегоходов. Сейчас это крупная машиностроительная компания. Пятнадцатилетний Дима Резников из Москвы задумался о гигиене зубов-космонавтов в условиях невесомости. Придумал щётку, у которой есть три режима. Подача пасты на щётку, затем подача воздуха, чтобы паста не высохла, и финальный этап – включение компрессора на обратную тягу. Исследование удалось довести от идей до патентной экспертизы. Что мы знаем о легендарном Луи Брайле? Скорее всего, только его имя и тот факт, что этот человек изобрёл азбуку для слепых. Если помыслить логически, ещё можно предположить, что он и сам был незрячим. Вот, собственно, и всё. Однако мало кому известно, что это изобретение было сделано им в возрасте всего 15 лет. Действительно, впоследствии перенесённые автокастрофы сказали с назрением маленького изобретателя. И к пяти годам он полностью ослеп. Однако это никак не мешало его желанию учиться и развиваться. Прочитав все 14 книг для слепых, которые были в его школе, мальчик решил изменить историю осознательной литературы. Вдохновил его армейский язык из кодов и точек, которые Брайль изучил уже в 13 лет. К 15 лет он же создал полноценный тактильный рельефно-точечный шрифт, символ которого можно распознать одним касанием пальца. Отсутствие идейной границы у детей порой рождает вещи, придумать взрослым вообще не в силах. Так, 80-летний подросток Ральф Самуэльсон однажды задался вопросом, почему лыжи идут по снегу и только. В качестве альтернативы снегу была выбрана вода, на которую он, собственно, и поставил зимние лыжи. Со временем конструкция усовершенствовалась, лыжи стали шире, крепления претерпели определенные метаморфозы. И местные ребята, опробовавшие изобретения, пребывали в диком восторге. Однако запонятить свое изобретение молодому американцу так и не удалось. Зато в историю он вошел как первый водный лыжник мира. Одной из новаторских идей стала первая считывающая суммирующая или вычислительная машинка, проще говоря, калькулятор. Изобрел калькулятор небезызвестный Блэс Паскаль, имя которого сегодня все больше вспоминают по языку программирования. Раскал. Восьмидесятлетний изобретатель решил помочь своему отцу, сборщику налогов и упростить ему работу. Юноша сконструировал необычную машину, снабженную сцепляющими зубчатыми колесами, которая могла оперировать большими числами. В конце девятнадцатого столетия свой нравный и талантливый Честер Грэндвуд, мальчик из многодетной семьи, отправился с друзьями на каток. Мороз на улице стоял лютый, и уши уже замерзали, заставляя ребят то и дело возвращаться домой. Честер всем сердцем, ненавидящий головные уборы и шервы, уговорил свою бабушку на сделку соорудить нечто, что греет ушки, но при этом не является ни шапкой, ни шарфом. Не чем-либо еще привычным для того времени. Так, к концам проволочной петли он прикрепил по кусочку меха и водрузил эту конструкцию на голову. Самодельные наушники произвели на его друзей такое впечатление, что 15-летнего подростка тут же нарекли местным дизайнером и просили создать каждому из ребят парочку уникальных наушников. В данном случае осознанный эксперимент уступил место случайности основе основ любого открытия. В далеком 1905 году 11-летний Фрэнк Иперсон из небольшого калифорнийского городка приготовил себе шипучку и отправился с ней на улицу. Как и все дети, увлекшись чем-то более интересным, он оставил стакан на холоде и вовсе забыл о содержимом. Удивлению не было предела, когда на утро Иперсон обнаружил новое лакомство, не похожее ни одно, ни один из тех продуктов, которые он пробовал раньше. Кусочек цветного льда на палочке, которого ребенок тут же приспособил к десерту, оказался настолько вкусным, что уже через год фруктовым льдом производства Иперсона объедали все посетители местных парков и театров. Еще через несколько лет лакомство получило патент и вышло за пределы одной стороны. Джордж Ниссин был восхищен, когда увидел воздушных гимнастов, падающих в страховочную сетку. Парень подумал, что выступление смотрелось бы в разы захватывающе, если бы артист продолжали прыгать после приземления на поверхность. Джордж отправился воплощать свою задумку в гараж и вскоре представил металлический каркас, натянутый на него холостом. Конечно, изобретение требовало доработок, но своей целью 60-летний парень добился. Вскоре батуты стали активно использоваться в развлекательной и спортивной индустрии. Даты создания изобретения считаются 1930-х годов. В 1838 году 13-летняя Маргарет Кейт работала на фабрике по производству бумажных пакетов. Девочка догадалась, что изделие будет более прочным, если сделать его дно плоским. Открытие произвело настоящий флор и использовалось по сей день. Так здорово поощрять фантазию детей. Если молодыш придумывает рассказы с вымышленными персонажами и улюстерит странные конструкции, то не стоит волноваться. Это естественный процесс развития малыша. Поощрять и подыгрывайте этим историям. Кто знает, может через несколько лет именно ваш ребенок придумает полезный в быту аппарат. В 2006 году Сара Бека думала о том, как ей украсить свой шкаф для принадлежности, чтобы не заниматься его чисткой через какое-то время. Рисунки, наклейки, стикеры – все это нужно было снимать и выбрасывать, чтобы обновить дизайн. Вот было бы здорово, если бы обои магнитились. Собственная идея так восхитила Сару, что она тут же отправилась к отцу и просила сделать первый экземпляр магнитных обоев. Вскоре 14-летняя девочка зарабатывала тысячи долларов, так как ее изобретение ценили многие дети и взрослые. Альберт Садако подарил миру электрические светильники, которыми сегодня многие украшают дома и улицы в преддверии праздников. Парню было всего 15, когда он решил что-то использовать для настоящего огня в качестве украшения. Не самая лучшая идея. Продолжение следует... Продолжение следует...